Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас два стратокастера 70-х годов. Давно я хотел снять это видео, стратокастеры несколько залежались у меня. Черных, в принципе, я уже показывал, вот этого еще не было. Как раз вот искал время и повод, чтобы снять такое видео максимально аналогово. Видите, я даже достал большой комбик Marshall. И звук буду писать на камеру и на диктофон. Вот, какой-то такой, ну, комнатный, конечно, но по камере не через процессор, а через ламповый комбик. Чтобы максимально услышать разницу между гитарами, ну и не все же в процессор. Но в конце ролика будет все-таки небольшая импровизация на этих гитарах через фрактал в процессор, чтобы послушать уже прям так в миксе, без лишних шумов. Что это за инструменты? Ну, это вот эта гитара 75-го года, Fender Stratocaster, черная 79-го. Это вот интересная эпоха у фирмы Fender, да? Кто-то ее любит, кто-то нет. Потому что это, как правило, 70-е годы, это ясень. Очень тяжелые инструменты. То есть вообще Fender начинали делать гитары из ясеня в 50-х. А потом все 60-е годы прошли по знакам ольхи. Все инструменты 60-х годов были из ольхи сделаны. И вот в 70-х, не помню, с какого года, то ли все 70-е из ясеня. Ну вот это 75-е из ясеня точно. И они тяжелые. То есть вот этот Stratocaster 75-го года весит 4,5 килограмма, друзья. То есть это как хороший лоспол. То есть это, ну, очень много. Так вот он. Он так, конечно, сам искусственно, сам уже состарился за эти годы. Вот так вот он выглядит. Ну, с 75-го года, да, ну, прилично, 46 лет. Единственное, что здесь, по сути, точно можно сказать, что родной этот гриф и корпус. И краска родная. Вот. Ну, конечно, здесь много переделано. Здесь менялись колки, менялись лады, датчики. Сложно сказать, оригинальные или нет. Потому что у меня есть их фотографии, но, как бы, никто точно не сказал, оригинальные или нет. Седла менялись. На Келлахом. Пружины, по-моему, менялись. Ну, то есть, вот черный инструмент с 79-го года. Сейчас покажу вам попозже. Он прям весь в идеальном, очень приличном состоянии и вообще без вмешательств. И лады с 79-го года, все оттуда. А этот инструмент более боевой. Вот. То есть, вот, видимо, прошел уже длинный путь. Много владельцев. Про ясень, про этот, что... Я читал книгу какую-то, полет Сергей Тынку переводил про стратокастер, что в 70-х годах у Fender изменились менеджеры, поставщики. Никто не думал, то есть, это не специально они придумали тяжелый ясень. Ну, просто заказали ясень. И он оказался весь тяжелый. Вот. Потом уже, в итоге, неизвестно, это стало плохо или хорошо. Просто это уже была данность такая, да. Поэтому кому-то очень нравятся эти гитары из тяжелого ясень 70-х годов. Кто-то равнодушно. Вот. Но звучат они хорошо. Они звучат по-другому. То есть, так не звучали гитары ни в 80-е, ни в 60-е. То есть, это отдельная эпоха. И поэтому нельзя сказать, что это плохо или хорошо. Это уже просто вот, ну, история, так скажем. И, кстати, вот черный, он полегче. Черный, он 4 килограмма весит. Вот. А этот 4,5. И черный Hardtail, да. То есть, вы видите, без машинки с фиксированным бриджем. Что еще могу сказать? Вот. Я видел, да, это не единственный инструмент, который я видел с 70-х годов. Вот. Просто они сейчас одновременно у меня дома. Поэтому улучшил возможность, решил, чтобы снять какое-то видео с ними. Вот. Что еще? А, ну вот они чем еще разные? Что все-таки 75-79 год, тут, наверное, есть разница. Не знаю, правда, в чем. И плюс та вот гитара черная, она с Палисандровой накладкой. И с фиксированным бриджем, да, Hardtail, так называемая. А это вот классическая, с машинкой и кленовый гриф. Вот. Ну, давайте, поиграю. Вот даже, видите, вот гудит, фонит. И компик сам гудит чуть-чуть, если слышно. Датчики. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вообще по-другому звучит, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА